Ущерб от коррупционных преступлений в 2020 году составил 58 миллиардов рублей. Такую цифру озвучил генпрокурор страны Краснов, выступая с докладом в Совете Федерации. 58 миллиардов, друзья, 10 бюджетов, какого-нибудь Ставрополя. И это только то, что в криминалистике называется доказанными эпизодами, то есть тут все понятно. А теперь представьте, сколько еще не доказано, сколько еще десятков, сотен, миллиардов юридически болтаются между небом и землей, но сказать хотел не об этом. И вот сейчас просто на минуточку остановитесь. Можете даже прервать просмотр и просто задумайтесь, а как лично вы отнеслись к только что полученной информации, ну задумайтесь. Хотите, я за вас отвечу, да никак. Так, вы это восприняли как нечто само собой разумеющееся, верно? То есть вас оно не удивило вообще, почему? Да потому что для россиян подобные новости тупо стали обыденными. Украли там в какой-то госструктуре 50 миллиардов, ну и что? У чиновников в гараже обнаружили 100 килограммов золота и валюты, тут нормально. Депутат сбежал за границу, его обвинили в присвоении астрономической суммы денег, подумаешь. Мы реально к этому уже привыкли. Говорим госслужащий, подразумеваем вор, и оно почему-то никого не смущает. Кстати говоря, она, вот эта тема, она есть, она во многих странах, практически во всех. Посмотрите, в тех же штатах, значит, и бизнесу, и коррупционерам. Хотя вообще-то подобное восприятие таких сообщений называется деградацией общества во всем цивилизованном мире. Я имею в виду нормальные страны и только в России. Стабильностью. Начинаем. Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. А россияне, меж тем, уже экономят даже на картошке и хлебе. Аналитики Тинькофф Дата проанализировали транзакции 13 миллионов потребителей и пришли к очень невеселым выводам. Несмотря на то, что цены в магазинах за год выросли в среднем на 30-50 процентов, денег покупателей на кассах стали оставлять меньше примерно настолько же. То есть 50-60 процентов наших соотечественников вошли в режим жесткой экономии. В половину траты на продукты урезали. На какие именно? Ну, отказались, например, от фруктов. Даже от дешевых, вроде яблок. Мясо перестали покупать. Ну, это как раз нормально. А вот теперь действительно не смешном и не веселым. Люди отказываются от излишней морковки, капусты, картофана и, повторюсь, даже хлебобулочных изделий. Здорово сомневаюсь, чтобы все эти граждане переключились на какие-нибудь омары и устрицы. Подозреваю, но пустые макарошки и дешевые крупы люди перешли. Вот это мы довставались с колен. Сбылась мечта единороссов. Мы же все россияне, русские люди. Мы прошли и голод, и холод, и все, чтобы не прошли. Надо просто задуматься о собственном здоровье. Стать поменьше, питаться, например. Не забываем, что из-за увеличения таможенных пошлин на 25 процентов Путин нам удружил. В прошлом году подписал такое увеличение. Так вот, из-за увеличения таможенных пошлин подорожали и непродовольственные товары. Ну там одежда, обувь, посуда, бытовая техника. У нас же все это импортное. Доллар, как назло, нифига не падает, растет, зараза. Эксперты вон уверяют, что в обозримом будущем за зеленую бумажку 80 целковых отдавать придется. А еще бензин. А еще коммуналка. Это все тоже в цену товаров можете закладывать. Раньше хоть кредитами потребительскими люди спасались. Баста, карапузики, кончились от танцы. Потому что закредитованность населения перешла точку невозврата больше бедноте. Банки денег под честное слово давать не хотят, зато захотели свои бабки обратно. По состоянию на февраль 2021 года было возбуждено, внимание, 8 миллионов исполнительных производств. Это все по физлицам, по мелким потребсудам. То есть по той самой нищете шарахнули, которая и так сегодня уже одни макарошки жрет. Как думаете, что у них будут забирать? Правильно, квартиры. Тут недавно господин Дерипаска написал и удалил свой пост по поводу того, что в России... Вернее, что Росстат жонглирует цифрами. И в России 80 миллионов на самом деле за чертой бедности. Причем совершенно понятно, как было, все это происходило, потому что господин Песков лично, казалось бы, крупный предприниматель, один из... Ну, не самый крупный, скажу честно, говорит о том, что Росстат жонглирует цифрами. И что, по его мнению, за чертой бедности оказывается 80 миллионов. Господин Песков говорит о том, что мы пользуемся куда большим объемом статистики. Вернее, Росстат обрабатывает больший объем статистики, но уважает данного предпринимателя. Но, тем не менее, считает, что все-таки количество за чертой бедности меньше. Нет, конечно, до выборов пока этих несчастных трогать не станут, я так думаю. Поездят еще дурачкам по ушам. Не исключаю, что даже пообещают как-то что-то реструктуризировать. А после выборов все, нафига, козе, баян, в смысле, нафига властям эти нищеброды вот и поедут выкидывать из квартир, забьемся. Это реальная журналистика. Мы строили, строили темы сегодняшнего выпуска и, наконец, приплыли. Поехали. Если вы думаете, что я сейчас нагнетаю, ребят, вы зря так думаете. Потому что у режима, правда, нет денег на содержание всех этих нищебродов. Сейчас все тратится исключительно на понты. То, что там Путин обещает в своих ежегодных посланиях или майских указах. Сюда вы платим, сюда вы платим. Так обещать не значит жениться. Мало, что ли, он обещал. А сколько из этого выполнил? В прошлом году, вон, горячими обедами школьников и их родителей пугал. Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класса. И вот среди вас немало родителей. Много нет, у кого детей обеспечили этим самым бесплатным горячим питанием. А ведь полтора года прошло, между прочим, или вот вообще свежий пример с вакцинацией от коронавируса, которой народу что-то не очень интересно. Так вот, в Москве, дабы простимулировать вот наголовых, Собянин пообещал всем, кто привьется, позолотить ручку. С 27 апреля жители столицы старше 60 лет, сделавшие первичный укол, получат... А вот теперь, внимание, барабанная дробь, знаете, что получат-то? Деньги, думаете? Сейчас! Подарочную карту номиналом в 1000 баллов, либо промокод на аналогичную сумму баллов. Ух ты! Это просто праздник какой-то! А что же умные мужи, спросите меня вы, как они собираются выкручиваться в данной ситуации, а не как? Потому что умные мужи никуда выруливать не планируют. У них на поездке дня новый акт телевизионного спектакля под названием «Мы покажем всему миру Кузькину мать». Они антисанкции продолжают против кругом врагов вводить, поэтому жителям Воронежа приготовиться. Но про Турцию я уже рассказывал, впрочем, повторюсь. В результате бункерного, получив фашист-гранату, полмиллиона россиян остались без отпуска, потеряли свои деньги, турфирмы и авиаперевозчики уже две с лишним недели к ряду убытки считают. То есть на данном фронте еще один гвоздик в крышку гроба российской экономики забит. Но мужи на этом и не остановились. С чехами войну развязали и собираются ввести новые полезные антисанкции против чехов теперь. Пропагандисты посмеиваются, мол, подумаешь, без чешского пива останемся дурачью им в туре, ты аплодируют. А вот и не подумаешь. Потому что товарооборот по одному только пиву с Чехией в прошлом году составил почти 40 миллионов долларов. Или 300 миллиардов рублей, это российский малый бизнес, между прочим. Это налоги, это рабочие места, десятки, а может быть даже сотни тысяч наших соотечественников рискуют все потерять. Пополнить армию нищебродов безработных. И потом, а что мы только за пиво зацепились? Чехия до кучи, это ведь еще автопром. Про Шкоду слышали, вот. А трамваи у нас по улицам городов, какие бегают, не обращали внимания? Я вам подскажу, чешские. Поэтому приготовиться, наверное, нужно не только Воронежу, но и Саратову. Самаре, Нижнему, Новосибу, ну и так далее. Ладно, под конец. Обещал же вам рассказать одну забавную историю про героя прошлой недели. Уже и нынешней, кстати. Ну, который сам себя еще властью назначил и пообещал протестующих из Питера в реке Мойки утопить, помните? А конкретнее хотел рассказать, на чем когда-то чувачок заработал свои первые большие деньги. И так, это было лет 15 назад. Тогда в нашей жизни только появились соцсети. Герсиане по большому счету не знали, что с этими соцсетями делать. Поэтому использовали их по прямому назначению. Искали одноклассников, друзей детства. Кто-то первую любовь находили, общались. Затем начали создавать сообщества по интересам, ну группы так вот. А в Москве в это время жил-добыл один прошаренный типа журналист, который смекнул, как все это дело можно выгодно использовать. Короче, в какой-то момент мальчонка буквально начал забрасывать те сообщества разными слезными историями людей, что просили о помощи. Благо, таких историй у него, как у журналистов, был вагон и даже маленькая тележка. В общем, забросал, а потом стал выступать с инициативами. Мол, друзья, давайте скинемся, поможем человеку. Нас много, кто сколько в состоянии, но мы же не обеднеем. А гражданинам доброе дело сделаем. Но народ-то у нас ведь сердобольный. Да и действительно, мы тогда еще в порядочности верили, посему стали люди донатить, как бы сегодня сказали. Герой наш увидел, что тема работает и увеличил размах. Вообще целые группы создавать бросился по этому поводу. Одну такую я лично знал, милосердие называлось. Фокус заключался в том, что собранные деньги автор идеи не переводил никаким несчастным. Он их тупо прикарманивал. Ну что, интересную историю я вам поведал. Переваривайте. Это была реальная журналистика. Подписывайтесь. Комментарии, лайки, репосты приветствуются. Очень помогают продвижению, особенно в нынешних условиях. В соцсетях тоже жду темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. Ну и с наступающим праздником весны и труда. Я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова